Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный Вестник, студия Виктория Май. Здравствуйте! В Самаре в 66% жилых многоквартирных домов появилось тепло. Ежедневно к теплоснабжению подключают порядка полутора тысяч зданий. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Азарова, отопительный сезон в Самарской области стартовал 16 сентября. В первую очередь тепло подали в учреждениях социальной сферы. На сегодняшний день она запущена в 99% школ и 98,5% детских садов. На особым контроле также находятся объекты здравоохранения. Процент подключения достиг 95%. В регионе выявили еще 556 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре 237 человек. 86% в Тольятти, 28% в Новокубишевске. 515 человек обследовано с диагнозом небольничная пневмония и ОРВИ. 41% выявлены при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 101 727 случаев заболевания. Большинство, а это 83 909 человек, полностью выздоровели. За минувшие сутки из медучреждений региона выписано 278 пациентов. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. За все время наблюдений жертвами COVID-19 стали 3 753 наших земляка. Накануне скончались еще 20 человек в возрасте от 39 до 93 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. Падающая стена, разбитые дороги и открытый колодец. С такими проблемами столкнулись жители нескольких домов по улице Скляренко. По их словам, ни коммунальщики, ни районная администрация на помощь не торопятся. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Когда-то на этом месте стояли ворота, но прошлым летом их кто-то вывез, рассказывают жители. То ли во время демонтажа, то ли от старости опоры, на которых они держались, стали разрушаться. Кирпичная кладка отошла от стены дома и начала осыпаться. А здесь ходят люди. Был ураган. Я вышла рано утром. Все усеяно кирпичами. Ну то есть сверху отваливаются и падают кирпичи. Я обращалась в администрацию октябрьскую несколько раз. Сначала писали, что это бесхозное имущество. А потом стали утверждать, что это принадлежит нашему дому. Но это не так, потому что это построено было позже. Почему должны решать эту проблему за свой счет, люди не понимают. Опасность для жителей представляет не только падающая стена, но и открытый колодец, который находится в нескольких метрах от дома. Своими силами люди закрыли его досками. Хотели бы, говорят, чтобы внимание на него обратили и коммунальщики. И, наконец-то, положили сюда крышку. Здесь бегают дети, гуляют с собаками люди. Можно наступить и провалиться. Обращалась и по телефону, подписалась заявление в СКС. До сих пор ответ не получила. Хотя прошло уже больше нескольких месяцев. А вот жители соседнего, девятого дома никак не могут добиться того, чтобы их двор благоустроили. По их словам, сейчас он больше напоминает проезжую часть и парковку. Кроме того, за много лет в асфальте появились огромные ямы. Октябрьский район, центр города, центр района. И вот живем как в гетто. То есть двора у нас нет. Есть стояк для автомобилей. Автомобили, которые не принадлежат жильцам этого дома. Обращались в администрацию неоднократно. На 2017 году были планы, проекты. Но тем не менее, все осталось по-прежнему. Ребята, дети, которые же проживают в этом доме, в школу, не могут выйти спокойно с подъезда, поскольку автомобили, пыль, то есть ситуация, сами понимаете, какая. Очень напряженная. Люди настоятельно просят обратить на их проблемы внимание и, наконец-то, начать хотя бы что-то делать. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. И в продолжение коммунальной темы. Система водоснабжения в 19-м доме по улице Металистов живет своей жизнью. Уже больше недели из кранов течет либо холодная, либо горячая вода. А найти причины не могут даже специалисты, управляющие компанией. Подробности далее. Водные процедуры для жителей этого дома стали своего рода лотереей. Ведь непонятно, какой водой в очередной раз придется умываться или мыть посуду. С двух кранов течет холодная вода. То есть мы платим за горячую, а ее нет по факту. Течет холодная. Воду приходится греть. Вчера что-то бегали, что-то делали, исправляли. В итоге пошла горячая вода с двух кранов. Как теперь производить расчеты за коммунальные услуги непонятно. Переплачивать лишнего людям не хотелось бы. Такая ситуация, по словам жителей, продолжается уже больше недели. Все это время решить проблему не удаются даже специалистам управляющих компаний. Они сами пока не поймут, но говорят. Сначала сказали, что пробка. Но потом решили, что пробки нет. Но передавливает. Что передавливает? Никак определить не могут. Вот вчера мастер приходил и туда, и сюда, и сюда, и туда. Вроде бы кто-то подключил к себе нагреватель. Неправильно врезку сделали. Опять не определились, то ли это так, то ли это не так. И вот так вот мы мучаемся. Жители надеются, что в ближайшее время причину все же найдут, и они вновь смогут нормально пользоваться коммунальными услугами. Дмитрий Павлов, Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. На Кавказе во время восхождения на Эльбрус погибли 5 человек. В списке и 40-летняя жительница Тольятти. Трагедия произошла вечером 23 сентября. Один из альпинистов получил травму и группа, по имеющимся данным, состоящая из 23 человек, застряла на высоте 5400 метров. Ситуацию усложнили сильный ветер и 20-ти градусный мороз. Видимость была почти нулевая. Группа подала сигнал бедствия. На поиски выехали спасатели. Они эвакуировали пострадавших. Пятерых человек спасти не удалось. Они получили сильное обморожение. Некоторые не выдержали перепада давления. Среди погибших есть жительница Тольятти. Стрельба в одном из домов Тольятти. ДТП с пострадавшим в Самаре и дорожная авария в Сызранском районе. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 8 вечера 23 сентября на пересечении улиц Клиническая и Мичурина. По предварительным данным, во время проезда перекрестка 19-летний водитель ВАЗовской легковушки не пропустил машину скорой помощи, которая ехала с включенными звуковыми и световыми сигналами. Столкновения сбежать не удалось. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы. Его доставили в больницу. Все обстоятельства и виновника ДТП сейчас устанавливают. Один человек пострадал в результате столкновения грузовиков на трассе М-5. Авария произошла около 6 вечера 23 сентября в Сызранском районе. По имеющимся данным, водитель КамАЗа не справился с управлением и машина протаранила впереди идущий грузовик. Кабина тягача сильно деформировалась, водитель оказался зажат в салоне. Чтобы достать его, потребовалась помощь спасателей. Позже мужчину доставили в больницу. В Тольятти задержан 59-летний мужчина, который устроил стрельбу из сигнальной ракетницы. Инцидент произошел средь белого дня в одном из домов на улице Ворошилова. Как выяснили полицейские, дебошир отказывался покидать квартиру, которую накануне продал своему родственнику. Когда законный владелец пришел, зломышленник прямо в подъезде устроил стрельбу из сигнального пистолета и угрожал расправой. Позже дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС, а стрелка задержали полицейские. Содержать в чистоте не только свой дом или двор, а целую планету. Теперь для жителей Самары это стало проще. На улице Партизанская открылся пункт приема вторсырья, куда все желающие могут сдать бумагу, пластик, стекло и даже железо. Павел Боимаков продолжит. Самаре стало на один экологичный дом больше. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами оборудовал первый стационарный пункт приема вторсырья. Здесь установили накопители для раздельного сбора отходов. Для удобства жителей емкости, расположенных как на улице, так и в павильоне. В первый же день работы из желающих сдать накопившееся вторсырье выстроилась целая очередь. Я уже разделяю отходы больше двух лет. И действительно, это большое счастье, что в центре города появился такой пункт, потому что обычно приходилось копить целый месяц вторсырье, чтобы сдать его. А теперь, в общем-то, можно в удобное время приехать и разгрузиться. Пластиковая посуда, бутылки, емкости очистящих средств, бумага, картон и многое другое. Ежедневно это копится практически в каждой квартире. Сдать можно даже старые кастрюли и сковородки, а также батарейки, которые, как утверждают специалисты, просто так выбрасывать нельзя. Все собранное сырье, которое будет принесено в экопункт, оно послужит сырьем для изготовления дальнейшей готовой продукции. То есть, таким образом, мы с вами сегодня, благодаря экопункту, уже создаем и делаем основы формирования экономики замкнутого цикла. Первая цель, экологическая. Мы не делаем, не позволяем увеличить полигонное захоронение, и у нас раздельно собранные отходы служат сырьем для изготовления готовой продукции. И благодаря таким пунктам мы учим граждан быть экологически воспитанными и грамотными. Открытие стационарного пункта приема вторсырья – это еще один шаг на пути к внедрению раздельного сбора отходов в Самарской области. Он является одним из важнейших этапов реализации нацпроекта «Экология». Региональный оператор по обращению с ТКО работает в управлении с начала 2019 года, проводит экологические акции, фестивали и конкурсы, привлекает к экопросвещению тысячи жителей региона. Особое внимание уделяем молодежи, ведь чистота планеты – дело рук каждого. Это очень важный шаг, которого мы ждали очень давно, потому что это необходимая вещь в развитии такого понятия, как раздельный сбор, и, конечно же, это экологическое воспитание населения. Я думаю, что в тестовом режиме мы наконец-то увидим и поймем, насколько востребована такая форма сбора раздельных фракций на территории Самары сейчас, а в дальнейшем планируем развитие этой сети и в Самаре, и в других городских округах Самарской области, но впоследствии и в районах. Стационарный пункт приема вторсырья будет работать по графику, удобному для жителей города. Современное оборудованное помещение будет принимать отходы круглый год. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте регоператора по обращению с ТКО. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости на странице в Инстаграм. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.